Аварии, пожары, ДТП, наводнения. Туда, где случилось ЧП, спешит муниципальный аварийно-спасательный отряд. В личном составе – чемпионы соревнований спасателей, профессионалы с большим личным опытом. Другие не выдерживают. Непрерывное обучение, экзамены и дежурства – в таком ритме щёлковские спасатели работают 14 лет. День рождения отряда. Люди от важной профессии отметили на своей территории, в классе, где преподают основы гражданской обороны. Звучали песни и поздравления. Такое бывает только раз в году. Я хочу сказать вам большое спасибо. Поздравить с праздником. У нас 14 лет отряда. Леонид Лемешко – один из тех, кто в 2007-м помогал администрации создавать щёлковский отряд. Тогда в распоряжении подразделения был всего один автомобиль. С участием щёлковских спасателей проходила эвакуация пострадавших при взрыве метана на щёлковской КНС в 2012 году. Ликвидация пожара на Фряновском керамическом заводе в 2020-м. Предпосылки были всегда. И к ЧАЭСам, и ко всему. Взрывы КНС. Самое такое запоминаемое зрелище. Служба очень сильно изменилась. Увеличились штаты. Стало 9 единиц техники. Три только аварийно-спасательного автомобиля. Сегодня. Отряд из 82-х человек – часть слаженной системы гражданской защиты округа. В день у спасателей бывает по 5 и более выездов. Спасение рыбака, провалившегося под лёд, эвакуация потерпевших на пожаре, вскрытие захлопнувшейся двери, за которой остался ребёнок – то, с чем сталкиваются спасатели на службе. У нас конкурс в отряд очень большой. Свободных мест нет и очередь. Все хотят попасть к нам, потому что на самом деле у нас лучшие условия и лучшая подготовка. В прошлом году у Щёлковского отряда появился свой талисман – вельш-корги-кардиган. Незаменимый помощник в профилактике безопасности. На занятиях, которые спасатели регулярно проводят в школах, собаки помогают детям лучше запоминать информацию. Благодаря команде наших спасателей у нас, слава Богу, заканчивается всё достаточно хорошо. Во всех чрезвычайных ситуациях. Чтобы так продолжалось, чтобы наши любимые Маруси и Лилуши были всегда с нами, чтобы они нас радовали. Есть добродел, а есть корги-дел, на которые мы замкнули много просьб от жителей нашего городского округа. Мы желаем нашему отряду благополучия, спокойных моментов службы. 80% сотрудников служат в отряде со дня его основания, говорит Леонид Киселёв. Постоянство – ещё одно слагаемое и слаженной работы коллектива, как и крепкие связи с Федеральной противопожарной службой. Вашей энергией можно только позавидовать, потому что вы реагируете на все чрезвычайные ситуации. В экстренной ситуации, когда нет времени перебирать номера телефонов, спасатели рекомендуют звонить на «Единый-112». Оператор подскажет, что нужно делать, и сам вызовет потерпевшему подходящую бригаду. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.